Народная дружина. Я думаю, на территории Хереду-Лагацкого, Альфонский район, в Слюдянке тоже у нас есть дружины. Три, насколько я знаю. Ну, по результатам, конечно... Вот Улике, по-моему, да? Вот Улике есть, Байкальский и еще какой-то, не помню, как деревня называется. К сожалению, я не знала, что будет присутствовать. Ну, у нас эта база есть, мы это знаем. Вот конкретно какие-то вопросы? Если у вас уже документы на рассмотрение к нам будут, я могу с вами потом конкретно пообщаться. Нет, давайте вы коротко по этапам. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Потому что вот эти люди, они не знают вообще, как это. А вы будете создавать народную дружину? Они примериваются для себя. Примериваете? Да. Я думаю, что да. Там все написано. Как это? Нам же тоже выдали вот этот пакет документов, по алгоритму мы... Там это где? Я посылала пакет документов. Да? В Черноруже посылали, а не нам передали. Да, да, да. А алгоритм единый. Так что, коротко, пожалуйста, повторите все-таки. Ну, вступление граждан в ряды народных дружинников регламентируется федеральным законом 44-м от 2014 года, который называется «Об участие граждан в охране общественного порядка». Там описаны основные требования к гражданам, которые вступают в народные дружины, исключения и так далее. Также описан алгоритм вступления в народные дружины. Очень важным моментом вступления в дружинники, так скажем, возникает вопрос по судимостям, когда в дружины попадают граждане, которые были ранее судимы. Любая судимость? Да. Да. Если на момент вступления в народную дружину гражданин имеет неснятую либо непогашенную судимость, то есть путь однозначно для него закрыт. Бывали такие случаи, когда проверяют дружинников на предмет судимости. Допустим, прошло 20 лет, человек, будучи в возрасте 20 лет, совершил какое-то умышленное преступление, все, у него уже есть судимость. То есть несмотря на то, что сейчас он ведет добропорядочный образ жизни, он уже не может отцать, к сожалению, дружинникам. Но это касается умышленных преступлений, то есть кражи, допустим, грабеж и так далее. Если, допустим, случайно ехал на машине, что-то там уничтожил, разбил, это уже как бы рассматривается. То есть административные не ходят? На момент вступления, если у гражданина много административных правонарушений, более двух, опять же, вопрос закрытым остается для него вступление в дружину. Административные там и выставки, да? До что угодно. До что угодно, да. Но, как правило, у нас это нарушение правил дружного движения при вождении автомобиля. Как правило. Вот. Есть вот такие административные правоподавцы? А, по счету проверки как-то. Когда гражданин подает заявление о вступлении в народную дружину, тот райотдел, куда поступает заявление, обязан проверить по базам данных этого гражданина. То есть, если что-то выходит у нас на поверхность, как-то. Закрыт путь в народной дружине, так скажем. И постоянно у нас проходят сверки на предмет судимости. То есть, рано или поздно, все равно человека выявляют и приходится исключать из состава народной дружины. Понятно. Так, и значит, мы возвращаемся. Шаг номер один, как я понимаю, это создание ТОСа? Нет, это, конечно, это просто создание ТОСа тут не обязательно. Нужна инициативная группа граждан во главе с, ну, как скажем, будущим командиром. Собираются граждане, организуют собрание и направляют уведомления в свое муниципальное образование о создании народной дружины, где у нас указывается учредитель народной дружины, предполагаемое количество участников, кандидатура командира народной дружины, протокол собрания предоставляется. Глава муниципального образования в течение 7 дней обязан рассмотреть данное уведомление и как бы наложить резолюцию согласен, не согласен. То есть, у меня вот есть примеры уведомления. И обязательно на уведомлении указывается территория, которую будет обслуживать народная дружина. Как правило, на территории одного муниципального образования действует одна народная дружина. Либо, если территория большая, то ее можно разделить там между несколькими. Главное, чтобы на одной и той же территории не действовало там несколько дружин. Давайте уточним по территории. Вы имеете в виду поселение или, может быть, целый район, совокупность поселения? Нет, нет, не район. Вот, допустим, наше поселение. Вот ваше поселение есть у вас. Чернорук. Чернорук, да. То есть, в принципе, в каждом поселке может действовать. Либо одна дружина может обслуживать несколько поселок. Но это тяжело. Ну, это у вас, потому что расстояние большое. Есть просто какие-то более, такие вот, более компактные на территории Иркутского района, допустим, тогда возможно такое. В Иркутском-то, конечно, у нас там успешно. Да, у вас, конечно, территория большая, если еще, тем более, нет транспорта, то это очень тяжело будет. А учредители только физические лица, да? Нет, нет, не обязательно. Не обязательно. Нет, я спрашиваю сейчас нашего выступающего. Нет, не обязательно. А кто еще может быть? В принципе, любое физическое лицо. Нет, а не физическое может быть учредителем? Ну, в принципе, у нас есть примеры таких народных дружин, когда учредители, допустим, устилимские предприятия, большое лесоперерабатывающее. Может быть, учредители. Может быть, и так, да? Понятно. Так, ну, что еще? После того, как будет от муниципалитета получено согласие, уже собирается полный пакет документов для оформления. То есть, пакет документов, который направляется в территориальный орган внутренних дел. Туда входит у нас заявление о создании народной дружины, устав. То есть, устав, он может быть типовой. В принципе, есть примеры. Обязательно вот это уведомление в орган местного самоуправления. Ходатайство о согласовании к кандидатуре командира народной дружины. Протокол заседания коллектива об избрании командира народной дружины. Автобиография, как правило, всех членов дружины предполагаемой. Заявление членам народной дружины с приложением копий паспорта. Еще вот один аспект, который вызывает вопрос, да, это справки с психо-наркодиспансерами. То есть, обязательно это должно быть, должна быть официальная медицинская организация. То есть, никакие попало, у нас есть много частных, допустим, врачей этих, психологов, неврологов. Такие документы не могут быть принят. То есть, областной психо-наркодиспансер. Да? Я хочу за вопрос такой, что, вот мы разговаривали с Маркой, да, Георгий отлично говорил, что мы сами требуем справки с, ну, допустим, с Альхонской поликлиникой. Они уведомлением доказывают, что такой несостоятельный учитель. Ну, сама поликлиника может сделать запрос. Если раньше, допустим, нам могли направить информацию, мы могли запросить в психо-наркодиспансерии, то сейчас для нас такая информация закрыта. Да, закрыта. Да. То есть, это может быть только медицинское учреждение сделать такой запрос. Либо сам гражданин обратится. Вот вопрос возникает, что справки платные. Да, да, платные справки. Но мы посылали наше, как бы, ходательство о том, чтобы оплачивались хотя бы эти справки. Ну, на уровне правительства это, к сожалению, не решается, только на уровне муниципалитетов. Она вообще дорогая там? 500 рублей, 500 рублей, без справки. Да, да. Но мы решили так у себя. Мы же организаторы-то учредителями ДНТ наших. Ну, с ДНТ наших выступила. Поэтому мы решили... Переложить. Да, понятно. Да, вот кто-то возмещает, кто-то, к сожалению, не может этого сделать. В зависимости, да, от учредителя, от муниципального образования. Ну, что сказать по народным дружинам. Более успешно, конечно, они у нас действуют в тех районах, где есть финансирование. Либо со стороны муниципальных образований, либо со стороны учредителей. Вот у нас в Уст-Илимске, допустим, да, лесоперерабатывающие предприятия, конечно, оно может компенсировать дружинникам каждый выход. Допустим, в 2018 году это была тысяча рублей. За дежурство. За дежурство, допустим, на охрану общественного порядка они вышли, там, на концерт, на какое-то массовое мероприятие. Вот еще заплатили, конечно. Более материальная поддержка, да. Если у человека, у работающего человека выходной день, почему бы не выйти, не поработать дополнительно. В Ангарске очень хорошо финансируется народная дружина, там у нас еще казаки работают. Там также АНФК, соответственно, может. В Братске, в самом городе, да, тоже там предприятие, которое может финансировать. В некоторых муниципальных образованиях предоставляются, допустим, дополнительные отгулы. Кому-то давать предоставляется, кому-то проезд на транспорте. То есть это все зависит от муниципального образования, конечно. Секундочку, это все от бюджета, да, муниципального образования? Да, от бюджета. Если они вложили, допустим, то финансируют. Если нет, то... То мы сами. То сами. То есть у нас граждане, либо вот чисто инициативно работают. У нас есть территория в Буханском районе, допустим, бабушки собрались, вот они хотят свою деревню оградить, вот они патрулируют. А есть те, кто конкретно вот за деньги это делает. Ну, потому что это добровольно. Ну, добровольно, добровольно. На этом идеале какая-то смесь должна быть, да? Нет, нет, оплачивают, все равно оплачивают. Вот у нас недавно район премьировал народное дружинение. Было же дело? Вот мы, наше СНТ премьировало, наш 6 человек актив, кому 3 тысячи давали, кому 2 тысячи. Опять же, да, вот... От выходов, как вы сказали. Да, от выходов. Может быть, даже не от выходов, а по итогам года в некоторых, да, муниципальных образованиях тоже нету, да? Ну, участковый, да. Такого не направляется в администрацию того района. А есть какие-то рекомендации, какая-то, может быть, рекомендательный документ? А вот в такой-то ситуации надо поступать интакто для того, чтобы люди... Ну, можно же ядров наломать, да? Превысив какие-то свои полнобочия. Ну, конечно. Может, какие-то инструкции есть? Инструкции есть, да. Ну, мы разработали, так скажем, памятки. Я могу по территориям их, в принципе, разослать. Ну, мне можете, да, разослать. Нет, конечно, мы их делали. Ну, у нас на сайте нет. Сейчас, на то. Вот, к сожалению, я... Значит, давайте так. Мне все перешлют, а я на сайт все выложу, и все вы будете иметь до субсайта. По-моему, вы уже имеете, потому что я скидывал все ссылки. Скажите, вот еще такой вопрос. По поводу льгот. Мне говорили, что, значит, дружине народной, администрация там, какого-нибудь поселка или муниципального образования, она должна предоставить некую комнату, некое помещение, где бы не работали. Но она, конечно, не должна, желательно, потому что, как правило, штабы народных дружин находятся при администрации муниципальных образований, либо на участковых пунктах полиции, либо это может быть, ну, даже образовательное учреждение, школа, техникум. Как правило, помещения предоставляются там. Но вот такого пункта, что они обязаны... В результате какой-то такой доброй воли, да? Ну, это же добровольная дружина. Да, это добровольная дружина. И почему предоставляются помещения в администрации? Потому что зачастую во многих мелких муниципальных образованиях членами народных дружин становятся вот как раз представители администрации, которые заинтересованы в этом. Так, еще вопрос такой. Обязательно с выходом... Каждым выходом дружинников должен присутствовать участковый, да? Или... Это не обязательно должен быть участковый. Ну, в смысле, кто-то из улажных структур. Или официально могут выходить? Ну, желательно, конечно, чтобы это было с другим комплексом. А вот, например, у нас на КБЖД, у нас как бы там вообще получается протяженность идет, тупиковая ветка от Култука до Порта-Байкал. И вот там вот начинается маритульское муниципальное образование. Он состоит там 9 часов в поселке, сейчас не помню. Там где-то 2 семьи, где-то 3, где-то там 50, где-то 10. И здания... Участкового нет, да? У нас нет ни участкового, ни каких-то образовательных учреждений на... Участкового-то есть? Ну, он есть, но он у нас в Средянке. Он в Средянке, да, УВД. И здание администрации, там небольшой такой у них самих кабинетик, находится непосредственно в центре этого муниципального здания, в селе Моритуде. И вот как у нас так организовывают? Ну, вот только при администрации. Это тогда мы можем только на селе на одном сделать, да? На Моритуде. Василийна имеет в виду, что нет участкового вообще, да? Не с кем ходить. Да, участкового у нас, и он на вызовы-то не ездит к нам. Но все равно у вас в любом случае должен быть участковый, который обслуживает эту территорию. Он в любом случае закреплен, конечно, он не может как бы сидеть на месте в одном каком-то деревне. Даже вот сейчас люди говорили, да, даже непосредственно, если не про пожары. Вот вы говорили, что у вас стало тише, да, там на территории. Вот у нас тоже есть такое место, да, как все, половинка. У нас там постоянно много базируется людей, которые приезжают на отдых на своих катерах. Они там поют песни до пяти, до шести утра. Сколько ты их замечаешь, не делаешь, это бесполезно. Вы понимаете, замечание делают? Потом они, даже некоторые приезжают, они умудряются и стрелять. Это вообще как бы есть там компания, которая прям любитель вот этого, три яхта. Они приезжают, стоят, это уже все. Это три ночи они гуляют, это стрельба, это и салюты могут быть, четыре утра, это что угодно. И сколько мы никуда не жаловались, у нас никакой реакции не было. Потому что когда до нас доезжает что-то, их уже нет. Ну, как правило, да, вот это проблема отдаленных территорий и нехватка сотрудников. Ну, в частности, особенно вот в туристический сезон, в зону Халдун у нас тоже было. В прошлом году много жалов, да. Слышал? Да, Лена. Нет, мы писали к Орещуку заявление, что предоставление дополнительной машины нам, но нам не выделили, потому что вообще понизили даже дополнительный выделение патрулей. У нас хотя бы во время туристического сезона выделяются дополнительные сотрудники ППС, транспортная полиция, насколько я знаю, Росгвардия, да. По графику, опять же, к сожалению, они не могут все время быть на одном и том же. Участковый, какие-то конфликты у нас начинали, да, палец, мы сразу участковому звонили. Но у него, видите, есть возможность приехать, а у нас там есть возможность только либо водным транспортом, на что полиция ссылается, у нас нет водного транспорта, либо по железной дороге. Пишите генералу, что вам лета не хватает. А что бы вы порекомендовали? Ну, к сожалению, я не знаю, штатные учительные, да, вот какие, там сколько участковых. Там 107 человек всего живет постоянно. А, ну вот в этих... Прописано. В мелких поселках даже. Да, у нас прописано. На протяжении 60 километров. А летом, да, очень много народа. Летом, да, без прописки, кто приезжает на дачный сует, идет. У нас очень много в поселках народа, которые имеют там где-то... Вы сами что-нибудь делаете? Только писать генералу? Только обращаться, да. Обращаться, просить помощь. У нас же, пожалуйста, рядом же там никого нет из милиции, а на лето нам дают. Да, когда начинается туристический сезон, у нас разрабатывается план летнего курортного сезона. Как раз предусматриваются дополнительные силы на тех территориях, где большое скопление людей, вот, выходные происходят. В этом году, вот, да, было обращено, как раз, внимание за Лунхагун. Постоянно звучало, вот, с людянки, ну, такой вот информации не было, что там кто-то обращался, действительно. Ну, потому что мы до участкового дозвониться не всегда получаются. Нам были розданы какие-то телефоны, которые никто не отвечает. А глава наша местная, она уже у нас так, и лишь бы до сентября доработать, потому что будет перевыбор или, не знаю, что там будет. Но она уже до такой степени от всего этого обстала, от этих жалоб и все. Вам нужно обращаться заранее, до момента начала курортного сезона, чтобы распланировали сотрудников, которые будут обслуживать, если они будут еще дополнительно обслуживать эту территорию. Ну, вам не кажется, что роль дружины, тогда она немного, как бы, профанируется? Ну, профанация такая. Ну, почему профанация? Они должны, ну, вот, в данном конкретном случае, я там тоже бывал, да, ну, там, если может быть стрельба, а что они тогда могут делать? Почему, если, потому что, вот, на видео снять, как у нас было, на Гурхане-то, вот, так, стрельтовали, так сказать. Да, 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 я был случайно. Ну, так, то есть, просто это резонанс был большой, если у вас, допустим, только это голословно, как бы, стреляли, то, что нужно заснять. А вот эта вот фото-кино-съемка, она будет играть роль какого-то доказательства? Да, будет. Бортовые номера, копировки, яхты есть, так что ли? Если будет заявление, приложенное информацией. А, если уже пойдет там заявление, куда надо, там, что это прокурорство, это, так сказать, нацфактами, так сказать, нацфактами, так сказать. Нацфакт будет, да, будет сразу реагировать на известие. Так, а еще тогда один вопрос можно, если мы этот уже вопрос закрыли полностью, да? Значит, предположим, идут дружинники идут, и что-то там, у них случилась какая-то стычка, ну, это не поражовщина, не убийство, ну, там, подвернул, Типа кто-то кому-то руку. Вопрос страхования. Да, это тоже, кстати, очень важный вопрос. Расскажите, как это все? Опять же, это все зависит от муниципального образования, от учредителей. Там, где у нас идет финансирование, как правило, дружинники и страхуются. И страховщик является, вернее, страхователем является муниципальным образованием? Ну, то есть, обыкновенная страховка как? Это обыкновенная страховка, да, просто за счет муниципального образования. Либо за счет учредителя. Вот как у нас в Ангарске, в Устилимске, как раз в этот объем финансирования входит страхование обязательно. Понятно. А еще такой вопрос. Какая-то форма, я не знаю, какие-то опознавательные знаки, что-то отличающее этого дружинника от простого кешехода. Есть такое или это не принято совершенно? В принципе, требований к этому обязательных нет, но это также по желанию руководителя дружины, муниципального образования. То есть, где-то у нас есть повязки просто. В Устилимске, допустим, у них есть, ну, как бы, такие жилеты отличительные каждому дружиннику. Опять же, все это от дружины зависит. А, значит, и житоны выдают? Да. Не, не, ладно, мы это повязки купим, жилеты, допустим, свои. Значит, и же вы выдаете? Нет, это не мы выдаем, это выдает у нас правительство. То есть, правительство Русской области. Ну, они, наверное, еще? Да, конечно, конечно. И удостоверение? Удостоверение. Вот, потому что требует, требует нарушителей. Да, да. Это уже после того, как у вас будет свидетельство, да, что дружинники, такое у нас свидетельство, где будет написано название регистрационный, номер, да, то после этого мы можем уже решать вопрос о том, чтобы оформлять мустилинику. А если какие-нибудь фуражки? Вот, обычно атрибут власти, это там роскошный головной убор. И лицензия на отстрел, да? Ну, на моей памяти головных уборов дружинников. Жилетка, да. Жилетка, да. Жилетка, да. Жилетка, это как рабочие на дороге. И разберутся раньше времени. Ну, может быть. Да. Будет выглядеть, возможно, устрашающе. Пусть. Как правило, это жилеты, либо... Ну, у нас вообще, на таких вот территориях, в Байкале, там же много, у нас и национальный парк, и сейчас вот у нас по пропускам будут возить, выезжать, сейчас посты поставить на парк, в некоторых местах там. То есть будем брать билеты, там, не знаю, мы еще там, но это, как всегда, Мишки, наверное, ну, кроме дружинников, наверное, у нас еще добавить, вот, кроме, у нас парк, наверное, да, университетов всегда есть, плюс еще там, что у нас. То есть, ну, лес охраны, ну, лес охраны, как всегда, у нас на пожарах. На пожарах, тут у нас. Они у нас не бывают, они у нас улетают куда-нибудь, в Кальчик еще куда-нибудь туда. Поэтому у нас, как говорится, добровольные пожарные дружины, сами населения, сами и дружинники туда входят, и, в общем, дружинники. Ну, мы вот пытались привлечь сюда сотрудников МЧС, к сожалению, да. Ну, никаких не потравит, что, конечно. Говорили о том, что необходимо обучение, ну, это затратно. Ну, это и скидки уже. Да, если конкретно заниматься тушением лесных пожаров. Нет, там-то, конечно, они все поедут. То есть, они не берут на себя такую ответственность брать к себе неподготовленных. Там другое, да, там подготовленные. Да, да. Спортивные. Да, обучательные. Это же у меня пропасло очень еще. А тут у нас женщины, как обычно, все вперед, я бы что-то так распечатаю их. То тоже мы стали сами себя тоже обучать. Да, уже подходим, уже потише. Уже на полтона с ними разговариваем. Они же все пьяные, все агрессивные. И если чуть-чуть тонко прибавим, все. Ну, понимаете, ответная реакция. Тоже психология. А можно такой вопрос, Татьяна Владимировна? Вот как, даже два вопроса. Первый вопрос. Ну, вот у меня информация, что контингент участковых постоянно уменьшается. То есть, людей на земле становится в форме все меньше и меньше, да? А начальников все больше и больше. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Я, к сожалению, не могу сказать почти. Ну, то есть, этот фактор, он каким-то образом влияет на эффективность работы народных дружин. Конечно, после сокращения 2011 года, когда был переход из милиции в полицию, очень было большое сокращение штатов, особенно это коснулось земли, территории. Да, да, да. Очень много участковых. Ну, понятно. Там скучно, пыльно, грязно. В кабинете хорошо, удобно. Мы понимаем это. И тенденция, наверное, будет такая сохраняться же, да? Ну, я надеюсь, что такого не будет уже. Тем более территориальных подразделений, тем более участковых. Вот я к чему подвожу-то. Ну, то есть, понятно, что если участковых становится меньше, то народных дружин должно становиться больше, да? Чтобы был какой-то баланс. Это первое, по логике, да. А второе, как вы полагаете, какое вот обстоятельство, оно тормозит, главное тормозящее действие или что? Какой фактор, ну, не дает развиваться вот этому движению дружин? Потому что я помню, при Советском Союзе, при большевиках, я сам, то есть, на каждом предприятии были дружины. Ну, это было, ну, стоп-дог. И ты не отвертишься. А если не будешь ходить, там, либо тебя профсоюз прижмет, а если ты, не дай бог, партии, так это тебя могут попереть, да? А сейчас, на данный момент, что мешает развиваться этому больше? Не хватает денег? Или, может быть, какая-то социальная апатия? Или, может быть, меньше преступников? И поэтому, как бы, вот как бы... Я бы не сказала, что социальная апатия. Наоборот, очень много у нас активных граждан, которые хотят принимать. Мне кажется, тоже, наоборот, в последнее время люди как-то стали активнее. Активные люди, да. Но многих вот интересует как раз финансирование. То есть мы опять упираемся? Опять упираемся. Любовь придумать русские, чтобы денег не было. На русской дружине, ты же понимаешь, и как-то все, что добровольно идут туда. Какое-то финансирование не могут получать. Только если работающий, там, один день в конпуску, и то, если муниципалитет, там, напишет. Да? И все? А деньги, ну, премии только могут выделять, там, трех тысяч и ниже, обычно, да? Такая была? Ну, в муниципалитетах там по-разному, в праздник, в мире, допустим, там, Новый год, там, по несовершеннолетним конкурсу, кафешки, там, смотришь. И там, какие-то, бывают, и часы определенные, там, до 10-11, и же несовершеннолетний, бывают, какие-то вылазки, там, ну, с учковыми, представительными, правоохранительными, хорминах. Я просто о том, что, мне кажется, это, во-первых, финансирование есть, ну, и прав, конечно, в дружине почти не много, без правоохранительных. Правоохранительных органов. Нет, нет, нет. Такого еще такого нету, и, как говорится, если гражданин совместный, значит, выходим, если нет, без органов, кто там, в каком-то, если, допустим, мероприятие идет, там, ну, что там, придешь, голословно скажешь, что, пожалуйста, там, если увидишь что-то. Ну, все лето, ладно, мы друг друга знаем, там, позвонил у вас, родители, там, все, забирайте свои, вот, тогда спокойно еще раз, две заберем. Ну, если представитель есть, там, допустим, конечно, он будет опаздывать. Ну, вот, по нашему примеру, там практически все незнакомые приезжают отдыхать и пьянствуют. Ну, вот, женщины объединились, потому что уже невозможно, каждую, каждую ночь, вот, начиная с четверга, кончая суббота на воскресенье, это все бедлам. Ну, это повторялось, сколько лет уже, и на слуху, зумкогон, да, пьяная муха, молодежная. Ну, вот, решили же, вот, позапрошим ходили немного, вот, в прошлом году актив собрался, человек 10, женщин, потому что, ну, мужчины, это, как обычно, мужчины, если идет ночью среди пьяных, это обязательно на что-нибудь нальешься, потому что, ну, мужик на мужика попрет, а женщин обычно сильно нет, не гоним, как говорится, да, ну, и женщины у нас боевые, конечно, они сами могут в отмеску что-нибудь уработать, но это же не дело так, драться с туристами, это же наши, как говорится, гости, вот, но и объединились, и все, и нормально, человек в отель ходил, и ходили как, с 12 до утра, это не там, до 11 где-то, в деревне, нет, с утра, с ночи, с 12 до 6, пока не успокоится, и по нескольку раз в бухте, бухта у нас, ну, еще на приборе, горы, вот, и так с четверга на пятницу, с пятницы на субботу, суббота на субботу, каждый день, а в будние дни вот так, только по звонку, уже все знают, что у нас дружинники, все звонят, вот тут шумят, мы не можем успокоить, приходить, собрались, прибежали. Ну, ладно, там, если уже требуется милиция, да, вызываем, но опять милиция тоже, в каком-то смысле, тоже бесправная, ну, что это там они могут, ну, успокоили, и все, ладно, если там на него поперли, там, драться, он еще может вызвать Росгвардию, там, они заберут его, увезут в отделение, но, в основном, до такого не доходит, конечно, ну, что он выписывает, когда они получат, паспорта с собой никто не возит, на кого это писать, на хозяев дома только, понимаете? Да. Да? А как вы думаете, такой провокационный вопрос, наш метр, Татьяна Васильевна, ой, Владимировна, извините, вот я когда по программе был в Штатах, там нам рассказывали такую штуку, то есть, если человек еле, допустим, на машине, человек еле на машине, и он что-то нарушил, мгновенно подъезжает полиция, человек нарушивший, дорожное движение, там, что-то, неважно, он должен сидеть прямо, положить руки на руль и не шевелиться, если он хотя бы из этих трех пунктов чего-то не выполнит, то есть, начнет башку вертеть, полиция имеет, не имеет права вести стрельбу на поражение. Это где? Это в Штатах. А, в Штатах. Ну, и я думаю, не только. Ну, если у нас-то заведут, то всех перестреляют. Вот если бы в эту сторону внутри, это было бы лучше или хуже, как вы полагаете. Но при этом, они все имеют право носить оружие. Да, там совсем другая ситуация. Нет, там другая ситуация. Это знаете почему? Потому что у них оружие, поэтому им нельзя вертеть. А вдруг? Да, потому что он у нас будет. Да, вот. Согласен. Вопрос. Это было бы лучше или хуже для нас? Нет, я считаю, что хуже. У нас, знаете... Зачем нам идти по такому горькому опыту? Вот видите, у них в последнее время что творится? У нас русский Ваня пить не умеет. А бурятский Ваня? Ой, там на одного бурятка. Две бурятки надо. А вот, Татьяна Владимировна, у нас какие вот, допустим, мероприятия проводятся, допустим? Вот как мы узнаем по графику, там, которые совместно с правоохранительным органом, там, заявлено, там, заявлено. Праздничные же дни, да, там, когда народ, допустим, вот, выходные, вот, как бы, продолжительно, после нового года идут, там, да, вот я говорил, перед этим, там, посещение кафе, там, быть, совершеннолетним, там, и так далее. А вот какие еще, там, дополнительные, потому что мы, может, не знаем, какие проводятся, что с дружинниками совместно в других мероприятиях, ну, в муниципальных образованиях? Как правило, конечно, да, это массовые мероприятия во время различных праздников, и участвуют, конечно, дружинники во время проведения рейдовых мероприятий, касающихся, да, вот, продажи алкоголя, выявления несовершеннолетних, как правило, вот эти мероприятия. Конечно, они вряд ли будут брать с собой дружинника, там, для задержания какого-либо опасного преступника. Ну, это креативные мероприятия, да, и не участвуют. Как правило, вот рейдовые мероприятия, когда что-то нужно, допустим, выявить. Парфилактические. Парфилактические, да, что сотрудников полиции знают, а дружинник, возможно, в лицо, там, не знаю, чтобы, там, закупить алкоголь в неположенное время. Либо также, чтобы несовершеннолетний зашел, купил алкоголь, при этом, там, дружинник присутствовал. То есть, как правило, это... Ну, касается, ну, административных, там, в итоге. Да, административных, да, 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 да. Хотя, вот у нас по Иркутской области есть случаи, когда дружинники принимают участие в раскрытии преступления, по крайней мере. Руководители подразделения, да, подают периодически данные, да, что, может, где-то поучаствовал в задержании, случайно, не случайно. Никто внести выводит. Муж не говорит. Мало ли, вот так вот рейд какой-то был, увидели, так вот, избивают, грабеж или все что-то. А это оказался, допустим, какой-то преступник в розыске. Вот у нас много по англоу таких случаев, когда именно в задержании преступников. Ну, у них там большое количество казаков, которые входят в состав народных дружин. Они-то могут. Да, они-то могут. И у них у казаков, кстати, прав-то больше. А вообще, чем их прав больше? Да, как, чем больше? Они так же там совместно с полицией. Соблю, я их. Но вы не имеете права носить, они имеют права. Они так же там с сотрудниками полиции работают, патрулируют. И у них, конечно, там лучшие условия по машинам и так далее. Будешь они всегда то на лошадях, то еще что-то. Как-то, ну, более это солидное у них все. Или тут ДНТ пешком ходит. Ну, надо какие-то, наверное, психологические способы там, ну, не то что устрашение, но влияние, скажем так. Ну, вот я и говорю. Каска, допустим. И форма у них. И сказки. И вот, как бы, пресса, блин. Закупим вас форму. Так, коллеги, есть еще у нас поступающие вопросы, потому что мы должны за две минуты завершить.